Да, привет, друзья. Так, у нас новый день, новые дела. Да, вот так вот распечатываю, и вроде бы, да, все то же самое, все одно и то же, ничего нового, в очередной раз, околофлагманская вещь, 13 Pro Max, целый, спереди и сзади. Вау, стекло какое красивое. Это цвет аппарата, было бы классно, если бы это фиолетовое стекло, еще с фиолетовым задом. Да, кстати говоря, как раз-таки история у нас по смене цвета, вот при всем при том, что да, все целое, ну просто желание человека, не знаю, ну такое вот вообще королевское, да, поменять цвет. Так, да, посылочка у нас интересная из Астаны, это соседнее государство, Казахстан, большой привет. Это знаете, опять же, как это, другое государство, да, не мог не завизировать, тут люди вообще, ну вот на самом деле, когда, да, тебе отправляют, доверяют, это очень приятно, ну и, конечно, завизировать, показать дело, помимо всего прочего, очень интересно. С другой стороны отправляют, вопросов не задают, а иные тут столько задают вопросов, что башка трещит. Да, менять будем цвет. На какой? На черный? Красавец. И еще интересная тема, да, попутно это посмотрим, есть у нас указания по замене батарейки, тут даже не знаю, что главнее, какая причина обращения главнее, ну, наверное, все вместе, да. Меняем цвет, плюс меняем батарейку и состояние батареи, да, позже покажу, какое, посмотрим, это почекаем. Стекло, что-то вообще прикольное. Ой, пацан какой крутой, молодец. Ох, бах, как это вообще, что произошло, что за технологии? Был пацан, стал город. Что за хрень? Черная мафия. Колдун. Эй, верните, пацана. Да, забавно, устройство у нас на пароле, но здесь нам по текущим задачам не нужно разблокированное устройство. Мы изымем батарейку, посмотрим ее состояние, я вернее знаю, какое оно, но мы с вами это вместе чекнем, это интересно. Ну и вообще, да, покажу, что здесь вообще попутно, опять же, в очередной раз все эти вещи с батарейкой связаны, там, с самой процедурой, все вот это дело обсудим. Так, в принципе, не мешкаем, открываем, разбираем. Так, кстати говоря, подумал о такой вещи, что вот здесь у нас, да, на американцы идет вот это вот расширение интерфейса 5G антеннного, и вот такой вырез на корпусе в наших европейских корпусах такой штуки нет. И вот, да, обычно, когда нам все-таки приходится, ну, менять, да, допустим, разбить, поврежден, здесь деваться некуда, что называется, а вот в данном случае, как бы, как бы это сказать, как бы это сказать. Да, приходится вот, когда переставляем вот эту антенну, убирать там некий вот этот сам модуль, потому как не имеет выход в корпусе для его, да, там, какого-то, ну, частичной работы. И, в принципе, эта опция не работает ни у нас, ни в Казахстане, но вот как-то были замечены такие истории, опять же, кстати, из Казахстана, что не начинает греться вот эта штука, если не отключить вот этот сам интерфейсный вот этот антенный комплекс. Так, вот это, по идее, мне нужно владельцу обозначить. Так, да, ребят, ну, на самом деле, должен был обозначить владельцу, там все объяснил, все окей, все-таки, да, делаем, все в порядке. Да, на самом деле, опять же, стандарт, вот этот, он применяется только в Америке, доподлинно точно, насколько я понимаю, это все-таки какой-то, как он правильно называется, миллиметровая антенна комплекса 5G. Рассчитано на какие-то усиленные передачи данных в каких-то, типа, комплексах в офисах, там что-то, типа, как стадион, что-то такое. То есть это, как сказать, это даже не рудиментарное, а то, что у нас, в наших, да, в наших широтах, не будет задействовано вообще, в принципе, никогда. Поэтому, да, 5G и вот эта штука, это несвязанные вещи, 5G непосредственно есть на самой плате, и он также будет работать полноценно. Это только для усиления по каким-то определенным моментам для каких-то локейшенов. Да, американская заморочка. Так, насколько я понимаю, честно говоря, доподлинно точно не вникал поверхностно, понимая информацию в этом плане. И как ни странно, вот сколько мы, так сказать, обезоруживали этих устройств в этом плане, это все были у нас, ну, не все прямо все, но по большей части это как раз-таки с казахской стороны. Да, видимо, там все-таки побольше вот этих американцев, у нас их чуть поменьше. Вообще, да, у американцев не все, как у всех, то есть тут такой вот чопик в последней 14 линейке, вообще даже нет выхода сим-лотка. То есть это вот, ну да, немножко такая вещь технологичная. Как это сказать правильно, по-медицински выражаясь, если рудимент это то, что нам становится ненужным, то вот это как назвать, это то, что мы еще, то, что мы не задействуем вообще никогда. То есть, как бы вот, как бы вот так вот. Как? Так, окей, разбираем. Да, первое открытие вот этого аппарата, я думаю, что наверняка по, да, по-хорошему можно было бы разогреть эту структуру, чтобы более мягко открыть, тем более, что у нас идет замена аккумуляторной батареи. Ну, в принципе, привык эти вещи делать на холодную, ну и такой, как бы, момент, что на самом деле не парюсь за этим нагревой-разогревой, то есть тут лучше привыкать все-таки на холодную с этими вещами работать. А, вот тут, кстати, есть дэмэдж, вот из-за чего меняем-то, вот оно чё. Да-да-да-да-да-да-да. Ну да, если выбирать греть или со спиртом открывать, я выбираю со спиртом. Ну, на самом деле, это хорошая привычка, чтобы не нагревать аккумуляторную батарею в тех случаях, когда нам не нужно трогать батарейку, соответственно, единственный правильный вариант. Здесь можно было бы разогреть, но незачем абсолютно. Да, со стороны дэмэджа начинаю подлив. Это, знаете, со стороны вмятины всегда есть, как бы, нарушение геометрии, и туда влага довольно-таки активно проникает. Ну да, тяга плюс вера. Бархатные тяги, ребята, фуф. И у нас есть расщепление. Да, кстати говоря, интересно вообще порассуждать о таких моментах. То есть вот сейчас эти аппараты довольно свежие, и нам уже приходится, да, делать залаз там по замене батарейки. Но здесь получается, что аппарат отслужил два года, и мы уже меняем на нем батарейку. Я просто очень хорошо, как бы, провожу такие аналогии с устройствами, когда ранее нам приходилось, допустим, делать залаз там какую-нибудь пятерку, которая до этого пять лет не открывалась. И вот там со временем уже рамка, вернее, само стекло отходило от рамки, дисплеи расщеплялись. То есть это была такая история, что там, как открываешь экран, нужно очень аккуратно быть, чтобы его не повредить. При всем при том, что здесь экраны более тонкие, и вот эти вот прихваты все со временем, вот я не знаю, на таком промежутке времени будут расходиться, я уверен, что более сильно. Вернее, как правильно сказать, что это может быть на самом деле, потому как все-таки нет еще такой информации на таком промежутке времени по естественным причинам. Но вот гипотетически такую возможность, да, опять же, можно подразумевать, что будет расщепление у нас при таком, да, залазе где-нибудь, ну, получается, года там через четыре, если нужно будет открыть аппарат. Не знаю, то, возможно, будет отходить само стекло от рамки, хотя, кстати, такие случаи уже были. Но там не по оригинальности были, а когда меняется стекло отдельно, либо что-то, то есть сама проклейка внутри корпуса держит сильнее, нежели может быть схвачено стекло с самой рамкой экрана. И вот это, конечно, может быть такие всякие интересные истории, которые, в принципе, нас ожидают в будущем. Но интересно будет это вообще посмотреть, как будут эти штуки вообще себя вести там спустя несколько лет. Так, здесь у нас все четко, открылось, да, аппаратик у нас не вскрывашка, не валяшка, просто в идеале вообще. Ни пылинки, ни сыринки. Вся проклеечка на месте, все по красоте, вообще никого не было. Как это должно быть? Да, еще такой момент, вот как вот, если вы смотрите, наблюдаете, что я, да, что-то чик-пик-чик-пик, повозился-повозился, потянул там, растягаем, и у меня все раскрылось. На самом деле, ребята, это не так просто, вернее, это очень непросто. Здесь должна быть определенная сноровка, чувство вот этого давления, меры определенной, то есть, такую раскачку даю, там, спиртика правильно подливаю, то есть, это все тут так выверено. На самом деле, довольно много аппаратов пришлось открыть, чтобы выработать вот это чувство четкое вот это вот, как у тебя что, где при усилии там подлить, либо вот это что, вот это что. То есть тут не важна сила, тут важно понимание и чувство вот этого устройства И как оно расходится прямо Это к такому моменту, что сами если лезете, нужно быть уверенным в себе Не уверен, не берись Да, сразу же такой момент Будем ставить батарейку А14 Pro Max Почему? Потому Позже расскажу Так, здесь все по стандарту Разбираем, собираем По времени тут час Делаем спокойно, не спеша Так, да, ребята, чертим батарейку И посмотрим вот тот вообще на самом деле интересный объем Который на меня вот на самом деле очень заинтересовал Все знают, да, как, ну, я надеюсь, что это вы знаете Люблю вообще эти агрегировать эти данные То есть определенные заметки для себя делать Для понимания вообще, что, как вообще Как у нас изменяется мир в плане элементов питания Их выживаемости на современных устройствах Это очень интересные такие статистические данные Пам-парам-пам Так, вот это интересный человек писал Доподлинно точно, что у него 80% состояния А здесь 88 По вообще, по вот этим данным Разночтения, да, могут быть на самом деле Одно может показывать в телефоне На флешере может другое Но вот по количеству циклов Опять же, что-то какая-то нестыковка Так, ну, хозяин-барень, что называется Но были такие данные, что 80% уже Так, не знаю, да, честно говоря, чему верить В принципе, вот эта штука не подводила Но вот как есть Да, думал, хотел удивить Циферки показать, что 80, ребята Ахтунг-ахтунг Но вот нет Тут как бы все, в принципе, показывает логично Почему может в телефоне в самом отличаться? Вот это другой вопрос Так, окей, да, позже покажу, какую батарею будем ставить Почему от 14-го? Почему вот это все? Пока что, да, вот это понимание есть Так, батарейку в сторону, продолжаем Да, интересно, да, посмотрел Телефон из Казахстана А у нас симочка Beeline Да, как раз-таки сейчас добираюсь вот этого, как правильно сказать, миллиметрового интерфейса комплекса 5G Ну и вообще, да, на самом деле, все-таки если пояснить, как обычно стараюсь это сделать на каком-то пользовательском уровне понимания То есть вот этот вот интерфейс миллиметровой антенны, почему называется миллиметровая, потому что это сам диапазон, получается, излучения волн Да, и в чем смысл получается, то есть сам, как сказать, модуль радиосвязи, как это у нас, по сим-карте, да, по мобильному интернету у нас передается 5G Но это все равно ограниченная довольно скорость Так вот эта штука является, ну, таким, как сказать, если провести аналогию, неким Wi-Fi для вот этого 5G Это когда у тебя есть, допустим, в какой-то агломерации типа стадиона, либо какого-то комплекса, либо здания То есть натыканы от оператора вот эти вот более плотно сами передатчики 5G, получается И, соответственно, вот уже как бы получается, ну, по сути, да, как такой некий Wi-Fi интерфейс Но, опять же, при мобильном, да, через мобильную связь у тебя получается вот этот более ускоренный, более повышенной скорости Конечно, даже в самих штатах это только, ну, можно сказать, что, по-моему, не получилось широкого распространения То есть только вот в определенных агломерациях И, соответственно, да, нам надеяться на какие-то такие подобные вещи в обозримом будущем Даже, ну, в отдаленном будущем не стоит абсолютно Ну и вот так вот это выглядит, то есть сам чопик непосредственно, как бы, модуль Отключаю от антенны и антенну вот непосредственно перенесу в новый корпус А данный чопик оставим внутри, отдадим владельцу Незадействованный рудимент Ну и да, вот такой вот это отросток, хвостик с отростком Да, вот такая штука Вот такая вот прилипла Да, здесь она распаяна, здесь отключать, но не будем, хотя можно было, в принципе, испаять Но это не к чему абсолютно Так, так интегрируем Да, еще интересный момент, более того, что этот интерфейс, он продолжается И также в верхней части у нас идет Здесь еще одна остается антенна, но которую, да, подключена Которую, в принципе, убирать нет смысла Она, окей, но здесь она задействована уже вместе с самим Wi-Fi И коннектится в верхней части коннектора В европейцах здесь идет, ну, некая такая пустышка без коннектора вот этого вот дополнительного Продолжение следует... Так, да, ребят, здесь стандартная у нас работа Перенес вниз, дальше среднюю часть, верхнюю Все как обычно Что нам стоит дом построить? Да, вот так Разбитый, неразбитый, неважно Продолжаем Так, серединка готова у нас по канонам это Четкий щелчок Так, есть окей, верхушка Да, вообще, ребят, еще, как бы, если вот так порассуждать, кто-то скажет Да на самом деле, зачем, там, ну, как бы, вообще, зачем-то, почему вот так вот делать? Ну, может себе человек позволить На самом деле здесь нужно понимать, что мы можем все находиться на разных стадиях понимания И да, когда, допустим, у тебя вопрос в том, чтобы просто для себя по красоте пользоваться, там, не денежный вопрос, что называется Тут, конечно, что угодно Пожалуйста, абсолютно, хоть черный, хоть зеленый Я бы, кстати говоря, себе зелененький сделал И вот так вот с часами вместе ходил бы Да, это вопрос вот исключительно такой Кайфа пользования И тут, конечно, понятно, что хозяин-барин платит Делаем Да, ребят, это так вот, опять же, сейчас устанавливаю вот этот вот интерфейс как NFC И вот да, для нас это, конечно, ну, возвращение его к нам более реальная перспектива Чем появление у нас вот этого вот миллиметрового 5G интерфейса То есть, да, тут вот нужно правильно понимать вот эти все вещи Ну, кстати, по месту Да, в Казахстане NFC, окей У нас, на самом деле, да, как-то вот это Ну, прошло, на самом деле, незаметно вот эта потеря этого функционала То есть, появился QR и без проблем мы, конечно же, все оплачиваем Было бы, чем платить Как способ найдется Да, что-то, не знаю, тема пошла у меня какая-то про рудименты, да Которые там либо отмирают, либо там не будут задействованы И да, вот эту вот наклеечку вспомнил, увидел Это NFC-шка как раз-таки раньше, после сборки вот этого корпуса Если разблокированное устройство, проверял, да, вот так вот NFC-ку Хотя на сблокированном тоже есть способ проверить Ну, и вот это, да, было так довольно-таки забавно Вот это применялось каждый день Сейчас уже, не знаю, ну, просто по старинке она тут осталась Коврик меняю, все равно ее налепляю Хотя уже вот-вот она, наверное, не нужна Альтернативная техника, я надеюсь, нам не грозит ее обслуживание Но по текущим моментам мы так будем вообще довольны Так, окей, продолжаем Чем больше делаем, тем меньше остается Да, продолжаю переносить верхушку И что-то, да, подумал интересную тему Как это сказать? Ну, всегда, да, около какие-то еще истории Около всякого нашего интересного дела Стараюсь, да, показать, рассказать И вот интересный, да, у нас новые поступления корпусов Для 14-й серии, в частности, 14 Pro, Pro Max И вот, да, если вот так вот сравнить, насколько крупнее стали модули на 14 Под камер Это просто невероятно Ну да, вот как бы вот так вот вроде бы не сильно заметно Но вот вообще они, да, существенно, существенно больше То есть даже сама структура глазка Не знаю, приходилось мне уже менять один, второй, третий Вот какой-то из них, знаете, прямо такой глубокий Прямо глубокое стекло, толстое вернее, стекло прямо толстенное И вот такой интересный момент, почему так это вообще сделали Что к чему-то, почему? Ну да, вот тут, конечно, не подойдет, если модуль камеры сюда интегрировать То тут она будет болтаться Да, прямо вот настолько ходит ходуном Ну и вот это как раз таки есть укрупнение Да, там даже просвечивает щель еще Такая довольно-таки большая, полноценная Ну и вот эти все вещи, конечно, раз за разом модули камер прирастают Так, это у нас, кстати, будет скоро история Восстановление, тотала Да, будем показывать цвет фиолет Ну и все, кстати, цвета тоже есть 14 и 14 Pro, все есть Pro Max, да Так, а здесь вот так, вот так Ну, кстати, да, еще интересное изменение заметил вообще по внутреннему конструктиву То есть здесь у нас стал такой обширный канал прямо динамика слухового Да, вот эта щель насколько крупнее по сравнению с 13 Ну это опять же, да, знаете, там сам динамик даже физически меньше выглядит Это опять же такая, есть некая особенность И изменения по отношению к 13 серии Это то, что у нас микрофон фронтальный Сейчас вообще расположен, как бы смотрит Ну в торец, да, корпуса И каналами он выводится наружу прямо Ну, да, получается в отверстие технологическое слухового динамика Да, вот это изменение такое довольно, ну, не знаю, интересное Мне кажется, это больше добавит такой надежности В плане влагостойкости к телефону к 14 Ну и вот к 14 серии, да И вот это вот такое интересное вообще изменение Да, прям здоровенный такой канал Отсюда динамик берет и выход наверх Отсюда микрофон берет и выход наверх Субтитры сделал DimaTorzok Так, да, осталось там камеры поставить И доберемся, да, конечно, до установки новой батареи Ну и да, вот тут я немножко расскажу, что к чему Ну да, вот он вообще практически финальный результат Это когда у нас чистый глазок, четкий шелчок Все по красоте Ну да, ребят, вот такая типа батареи 14 Pro Max Да, почему это так вообще происходит? Почему именно эти ставим батареи? Ну, я уже объяснял вообще это неоднократно Вообще логику всего этого поведения нашего Да, во-первых, потому что они подходят, батарейки идентичны полностью Ну и во-вторых, да, здесь некая такая оптимизация наших процессов Потому что, чтобы нам не закупать, допустим, на 13 серию Сейчас как раз активно настает время, когда их необходимо менять Да, мы ставим непосредственно оригинал 14 Pro, 14 Pro Max, то есть на схожие, да, на аналогичные модели Ну, на самом деле, здесь такой момент Вот эти батарейки сняты из телефона, то есть непосредственно оригинал Наша задача, да, из-за того, что мы всегда топим Это то, что какой есть доступ к самым лучшим запчастям Вопрос не цены, вопрос именно доступ к самой лучшей детали То есть вот за это мы и будем топить до конца, да, до конца Так, блин, хотел потестить, но уже снял защитку Так, да, вот так аккуратно Да, вернее, хотел чекнуть и забыл Так, да, аккуратненько вот так вот присоединим Да, что мы видим, оригинал, 14 Pro Max Да, 104% объем 17 раз заряжено Да, батарейки сняты, но вот это вот мне тоже, наверное, объяснить Будет тяжело, хотя возможно То есть да, 17 раз зарядили И да, дальше китайские люди, как это они умеют? Собирать, но не умеют разбирать И вот это как раз-таки деталь с разбора Что там откуда произросло-выросло Но тем не менее вот эти штуки есть в доступе В большом количестве Тут нам хватит и закрыть нужды 13 серии 14 серии это еще дождется То есть это все, да, будет вообще окей Ну и самый лучший вариант Да, визуально батарейка по, да, вот по этим отступам Как бы чуть поменьше получается Но как раз-таки, я не знаю, я считаю это лучший вариант Как мы видели, да, истории, когда у нас вздувается батарея Их разрывает, прорывается оболочка Это когда как раз-таки она поддувается Упирается в какую-нибудь железяку внутри телефона И начинает, да, как-то там, ну, самостоятельно прошеркивать Повреждает оболочку и происходит вздути Тут я, да, немножко так выверил Посерединке ее укла, уложил Ну и, соответственно, да, вот так вот это выглядит Да, различия в объеме на самом деле здесь незначительные Так, а доподлинно точно Доподлинно точно в цифрах Так, 4352 единицы в родной батарейке Так, и посмотрим От 14 4323 Ну да, разница вообще в единице получается Незначительная абсолютно Опять же, да, некий такой модификацион Как тут Apple получается? Ну, уплотнила на самом деле батарейку Не знаю, из каких соображений и побуждений Но вот так вот она есть Так, есть у нас все готово По красоте Вот это все дело Вот так вот приберем владельцу Да, аккуратненько приберем Будет у него запасной вариант Так, вот так вот Так, а здесь акваизоляция И закрываем Ну да, кстати, еще интересный момент Вот обобщил те данные, которые вообще попадались в истории Со вздутием батарей На 13-14 серии Во всех них фигурировал такой момент Одинаковый Это как сторонние зарядки Да, во всех случаях В двух случаях это был Базеус Ничего не хочу сказать про бренд Там как-то наговорить либо что-то Я думаю, что если, ну, палят вообще Apple Что всякие китайские бренды тоже могут палить Соответственно, там что угодно может быть Во всех случаях была неоригинальная зарядка Неоригинальный блок Так, что-то сместил проклейку Подвалил в сторону Да, потому что меньше болтать надо Ну и больше тоже Так, второй дубль Да, про зарядки, про зарядки Почему важно все-таки использовать родной блок Apple-овский Потому как все-таки это совокупность работы И правильной зарядки устройства Самого блока Батарейки, контроллеров Которые всем этим делом управляют И правильно, да, подают ток на саму батарейку То есть там некий такой бережный момент идет Это когда низкий заряд в батарее Подается большой ток И постепенно он падает Правильно распределяется Да, соответственно, те моменты Когда у нас сдувается батарейка Ну, насколько я понимаю Видимо, как-то, ну, кипятит до того вообще батарею Неродной блок Соответственно, это очень сильно Вот так экстременно сказывается Да, эти случаи все, по-моему, были завизированы на канале Есть уже у нас как-то было Беременно в 14 Это как раз-таки, когда вздулась батарейка В 14-м телефоне Про 13-й была недавно История 13 про Макс Да, ну и вот эти все вот случаи Они все там одна обобщенная такая есть инфа Как я вот это говорю Агрегирую вот эти данные Мотаю на ус, примечаю, отмечаю Так, последний внутренний винт Все готово Файнал пшик-пшик И закрываем Так, все в домике Так, ну да, забросим, кстати, разрешение у владельца поменять вот это стекло Тем более, что тут скольчик есть Такое, такое себе, не знаю Прямо, знаете, по олеофобному покрытию палец Ну, как-то не скользит Зажирняется оно наверняка, заулечивается Ну, да, этим более сейчас у нас черный красавец Да Кстати, не частый цвет вообще Это знаете, как более, да Более всегда приобретаются эксклюзивный цвет в линейке Это как у нас сиерроблю, да, как был Ну, а такие вот всякие черные стандартные Не всегда, да, не всегда приобретаются В большем количестве Да, было вот так, стало вот так По красоте вообще Да, еще раз это, ребята Ну, не каждый это поймет Это что называется Для своего личного комфорта и кайфа Так, да, я думаю, что можно это дело завершить Тут у нас заряжается Да, кстати, что я говорил на счет зарядки Правильно это все-таки понимать В отношении этого всего дела Это неправильно Оригинальный блок Провод непринципиален для зарядки Да, провод только лишь передает ток Который фармирует непосредственно сам блок Но вообще, по-честному сказать, да Что касается Quick Charge Там, конечно, и важен провод тоже Потому что не родной провод он дает На определенные сопротивления Из-за не такого, да, материала Из-за такого качественного материала И, соответственно, да Это опять же все-таки сказывается В конечном итоге на батарейку Вообще, да, лучше, если есть возможность Использовать всегда родные аксессуары Так, все, тут у нас заряжается нормально Кстати, батарейки разряжены Но это не есть хорошо Для долгосрочного хранения Нужно, чтобы в них был ток И вот это вот я для себя сделал отметку Зарядим Так, да, я думаю, что это дело можно завершить Локально, пока Что, на этом все Всем привет И все О, опять пацан Субтитры сделал DimaTorzok